Всем привет, друзья! Не могу не похвастаться в начале видео офигенной худи без рукавов, которую я заказал в MyProtein. Сидит просто отлично, выглядит классно, клево, как ассасин просто. Офигенная штука, если вам понравилось это худи, переходите в описание, заказывайте, будете выглядеть просто как ассасин. Поехали! Сегодня я решил сделать ответы на вопросы, которые вы задавали в моем инстаграме, поэтому, друзья, подписывайтесь, если хотите видеть такую рубрику почаще. Будем отвечать на вопросы, подписывайтесь, тем самым я увижу, что вы хотите эту рубрику. Будем почаще спрашивать у вас, какие вопросы вы хотите задать, и будем почаще отвечать. Полетели! Первый вопрос. Как не перегореть, как не перестать тренироваться? Итак, ребята, есть такое основное слово «нужда». Знаете, когда вы хотите кушать, либо хотите пить, либо хотите в туалет пойти, у вас есть нужда. Нужда это заставляет вас что-то делать. То же самое вы должны делать в тренировках. У вас должна быть нужда. То есть вы хотите тренироваться, вы обязаны тренироваться, это должно быть вашей рутиной. Вы не должны думать, блин, сегодня пойти на тренировку или нет. Это то же самое, что вы можете подумать, короче, сегодня покушать надо, либо не надо, в туалет сходить, либо не сходить. Вы обязаны это сделать, потому что у вас есть нужда. Если вы хотите чего-то, вы должны добиваться этого, и вы должны сразу же делать то, что вам приспичит. То есть сейчас вот щелкнуло, вы пошли на тренировку. Вы не будете откладывать там на завтра, на послезавтра, как это обычно делают всякие девушки, которые хотят похудеть и так далее. Вы взяли и сразу же пошли на тренировку. И самое важное, это сразу же идти. Вы собрались и пошли, потому что обратно вы уже домой не пойдете, верно? Вы пойдете тренироваться. Самое важное, это сделать первые шаги. Нужда, запомните, нужда, нужда, нужда. Надо делать то, что вы хотите. Если вы хотите стать большим, крутым, накачанным, красивым, иметь красивые битки, вы должны идти и тренись, потому что это нужда. Если вы хотите пить, вы должны идти попить. Если вы не будете пить, вы умрете, потому что нужда. Переходим к следующему вопросу. Хотел бы ты приобрести одежду Road to the Dream? Игорь Вайтенко. На самом деле такая тема, что, я думаю, многие из вас знают, что Игорь предлагал мне быть атлетом Road to the Dream. Возможно, многие знают. Но уже больше месяца, даже больше двух месяцев он не отвечает. Ни в скайпе, ни в контакте. Не знаю почему. Хотя он уже посылал эту одежду, но через границу, так как я живу в Эстонии, а он в России, то там надо было какую-то декларацию заполнять. Он не заполнил, и эта посылка ушла обратно. Поэтому, друзья, лично купить бы я не хотел. Почему? Потому что я бы хотел, как бы, сделать свой бренд. То есть, свой бренд был бы офигенно. Как бы у меня свой канал, свой бизнес, это было бы круто. Но, если бы Игорь, как бы, все-таки согласился, да, то есть, он сам предложил мне быть атлетом, если бы он все-таки прислал, то я, скорее всего, с ним и посотрудничал. На 99% в этом я уверен. Вот, это хороший опыт был бы как для своего развития личностного, так и для Игоря. Собственно, коллаборации всегда это круто, но в будущем я бы все равно открыл свой бренд, если зарплата была бы маленькая. Какое максимальное количество подтягиваний было? У меня был рекорд 45 подтягиваний, но это не совсем чистые подтягивания. Это было к концу уже с рывками. Не совсем чистые, короче, 45 это рекорд был. Что делать, если мотивация пропала? Это очень хороший вопрос, потому что у многих людей она пропадает после первого месяца тренировок. Люди ходят на тренировку, но потом почему-то не видят результата, и у них пропадает мотивация. Самое важное, это знать, что результат сразу же не приходит ни в бизнесе, не приходит ни в ютубе, не приходит ни в качалке. Ты должен пахать как минимум год, чтобы какой-то результат пришел. И через год спустя ты уже можешь сдаться, если у тебя вообще ничего не будет. Но если ты ходишь в зал всего лишь месяц или два, никакого результата не жди, потому что это мало. Я тренируюсь 10 лет, и ты должен тренироваться 10 лет. Это должно стать твоей рутиной. Это должно как хочешь попить, ты должен пить. Если хочешь тренироваться, ты должен тренироваться. Это должно стать рутиной. Ты обязан идти на тренировку, чтобы тебе не препятствовало, ты обязан все равно идти и делать то, что тебе нужно. Если ты хочешь накачаться, ты должен идти, поднять свою задницу с дивана и валить, валить просто до посинения. Поэтому в этом ключ успеха. Полетели. Как накачать верх груди, а то у меня что-то не выходит. Занимаюсь 4-5 месяцев, результат видно, жму 80 килограмм, отжимаюсь 55-60 раз задним подходом, костяшки сверху груди как торчали, так и торчат. Братан, это называется ключица. Ключица торчит у эктоморфов. То есть смотри, видишь, у меня тоже костяшки торчат, они как бы и вот тут торчат, везде торчат. И даже если ты накачаешь верх груди, то они скорее всего будут 100% торчать, потому что это тип телосложения такой. Даже у дрыщей, у которых как бы они не торчат, они не будут торчать. А если у тебя торчат, то они будут торчать, даже если ты будешь качком. Поэтому не запаривайся над этим, качайся и будешь иметь такие же битки и не будешь иметь плечи. Шутка, будешь иметь плечи, это только я их не имею. Поэтому успехов тебе, брат. Следующий вопрос тоже интересный. Как начинал свой канал на ютубе? На что снимал? На что снимаешь сейчас? Сколько весишь? И как набрал первую тысячу подписчиков? За ответы заранее спасибо. Много вопросов, брат. Начнем с первого. Как начинал свой канал на ютубе? На самом деле я начинал со смешных видео. Это были пародии на всяких Егоров, Кридов и так далее. Ну на всяких этих звезд российских. Вот. Я даже пытался петь. Я пытался петь, вы не поверите. Хотя я петь вообще не умею. От моего голоса стекла просто разрывают в хлам. Вот. Я пытался петь. Меня закидывали всякими ужасными комментариями. Что-то удали канал. Типа вообще не умеешь ничего делать. Вот. Я пытался. Эти видео набирали где-то 600-700 просмотров. Но это мало. Вот. Потом я решил, что это не мое. Потому что петь я не умею. И кстати, если вы хотите завести ютуб канал, то вы должны быть уверены в том, что вы профессионал в каком-то деле. Хотя бы нужно уметь знать и понимать, что вы хотите от этого ютуб канала получить. Потому что если вы будете просто снимать, как вы рисуете, а рисовать не умеете, то вас никто смотреть не будет. Если вы будете снимать, как вы занимаетесь, а ничего сами не добились, вы трыщ, вас смотреть никто не будет. У вас нету никаких знаний, нету никаких объемов, ничего нету. Поэтому, если вы хотите запустить канал, вы должны понять, что у вас какая-то есть цель, у вас есть какой-то опыт, и тогда вас будут смотреть по-любому, хоть через 2, хоть через 3, хоть через 5 лет. Главное, бомбить, и это придет. Как в любом деле, 3-3 и будет дырка. Так, значит, продолжаю, как я начал свой канал. То есть, снимал сначала смешные видео, пародии, потом я начал снимать спортивные видео. Первое видео у меня набрало там за неделю или за 2-25 тысяч, довольно хорошо хайпануло, и с этого понеслось. Я понял, что это мое, и поехали. Вначале я был капец какой стеснительный. Можете посмотреть мое первое видео, где я стою примерно в такой же кофте, без рукавов, красной, и там втираю что-то, ну, вот так примерно. Ребят, короче, сегодня качаем бицепсы. Как накачаться к тому? Вот так. Со временем речь разрабатывается, появляется дикция, привыкаешь к камере уже и говоришь примерно как в Айтенко. Многие могут меня обвинить, что у меня похожая типа подача, но это не так, потому что экспрессия у всех примерно одинаковая. Это все-таки должна быть харизма. Если хочешь, чтобы тебя зрители смотрели, имей харизму, брат. На что снимал? Снимал я на телефон Samsung S4. Ну, качество такое себе было. Сейчас снимаю на Sony. Я забыл, Айт, 53 или 54. Короче, камера дорого стоит, около 1000 евро. Уверен, качество гораздо лучше, чем на телефоне Samsung. Вот. И как набрал свою первую тысячу подписчиков? Четыре месяца у меня ушло на это. Набирал очень сложно. Я кидал всем друзьям в Facebook. У меня довольно много друзей, там 500 человек было. Каждому кинул. Потом добавлял новых друзей, кидал им тоже. Постил во всякие группы свой канал, ссылку канала ВКонтакте. Просто там каждый день. У меня была задача. Я такой человек, если я что-то хочу добиться, я буду бомбить до посинения просто. Вот. Каждый день примерно по 2-3 часа я раскидывал эти ссылки. Просто каждый день. У меня была задача каждый день раскидывать по группам ВК, по сообщениям личным, да. Я каждый день это выполнял, потому что если вы чего-то хотите, вы должны обязательно задрачивать это. Если вы не будете этого делать, то у вас желание и как бы энтузиазм пропадет. Сколько зарабатываешь на Ютубе? На самом деле у меня много заработков, точнее подходов к заработку. Это программа тренировок, обычная реклама в Ютубе, то есть которая всплывает с партнерки. И реклама интеграция. Мне хватает так. Суммы обычно не говорят, но с Ютуба, с партнерки я зарабатываю где-то от 100 долларов до 500 долларов. Это зависит от месяца, конечно, и от просмотров. У меня было 3 миллиона 800 просмотров. Я где-то заработал, ну, 300, 360 долларов или евро, что-то такое. Ну, это почти 4 миллиона. Но обычно у меня где-то полтора миллиона и там 150 долларов выходит, наверное. Короче, ерунда вообще. Как начать тренинг после длительной паузы? Точнее нагрузка, начать с малых нагрузок или сразу убивать мышцы? Конечно же, нужно начинать с малых нагрузок, это как будто вы пришли первый день в зал, и вы будете делать базовые упражнения, делать сначала маленькую нагрузку, берете там маленький вес, и с каждой тренировкой постепенно его увеличиваете. И в конце концов будете жать большой вес, потому что с больших весов сразу же никто не начинает. Младенцы же сразу же мясо не едят, правильно? Они едят такую легенькую пищу, молочко, там еще что-то, еще что-то, я не знаю, что они едят. Короче, начинаешь с маленького и доходишь до большого. Расскажи историю о себе, типа 30 фактов обо мне и в таком духе. 30 фактов я рассказывать не буду, но вот вопросы, которые ты ниже написал, я отвечу. Типа, как начал заниматься? Начал я заниматься просто, когда смотрел телевизор, и во время рекламы я что-то начал отжиматься, подтягиваться на трубе, у меня там труба горячая, я на горячей трубе подтягивался и делал пресс, скручивание. Вот так я начал, а потом что-то вошел в азар, не захотел стать дрыщом, точнее оставаться дрыщом, потому что я был в школе капец какой худой, ну примерно как сейчас, только без мышц вообще. Вот, ну и запястье у меня, видите, сами какое дрыщавое, понимаете, да, примерно какой я был. Вот, и так я начал тренироваться и как-то вошел в эту атмосферу, и до сих пор тренируюсь уже 11-й год. Чем занимался? Читаешь ли книги, когда права получил? Занимался я чем? Учился я, больше ничем не занимался, а, еще футболом занимался, я с рождения почти футбол играю. Ну, на самом деле, там, не знаю, с 8 лет, наверное, футбол играю, ну, конечно, не профессионально, любительски, у нас была своя команда, мы с пацанами там выигрывали чемпионаты всякие, там у меня вон на стенке медали всякие висят, занимали первое, второе, третье места, было круто. Но потом я получил травму на колено, потом еще три раза одну и ту же травму получил, вывих колено, короче, был. И теперь я уже не могу заниматься, потому что, как я позанимаюсь, у меня начинает дико колено болеть. Читаешь ли книги? Книги я вообще ненавижу. Я ненавижу читать, потому что у меня гиперактивность, видите, я сам стою весь, и у меня просто др-др-др, мне хочется шевелиться, шевелиться, поэтому гиперактивность, я не могу просто сидеть и вот перелистывать вот эти листочки. Для меня просто катастрофа, я не могу на месте спокойно сидеть, не говоря уже о том, чтобы читать, в одну точку просто пялиться. Вот, поэтому читать я не люблю В школе я обычно вместо там всяких «Войны и мир», вместо «Раскольникова» я смотрел вот фильмы Там есть фильмы, если вы не знали, если вы не любите читать, тоже забиваете «Раскольникова» Либо что-то, я не помню, какие там книги были Ну, короче, забиваете в гугле и просто смотрите фильмы и не читаете ничего Сколько лет ты занимаешься в зале? Ну, не знаю, лет 7, наверное, точно уже, лет 7, по-любому Я не всегда там занимаюсь, я летом, ну, когда тепло, я занимаюсь на турнике-брусьях всегда Потому что я не могу в жару там потеть в зале, там и так душно, еще вообще ужас Вот, поэтому я занимаюсь на улице летом, ну, и когда там зима, осень, весна, когда более-менее тепло, тоже на турнике-брусьях А так в зале обычно зимой Вот, занимаюсь около 7 лет, только зимой, да, так, сезонно Сколько ты жмешь, приседаешь и какая становая? Жму я на один раз 90 килограмм, знаю, это мало, но, скорее всего, все из-за плечей, потому что у меня плечи слабенькие Возможно, из-за этого, ну, еще плюс эктоморф чистый, поэтому эктоморфы не жмут много Я больше на выносливость обычно работаю Там, беру 70 килограмм и делаю на 15 раз Вот, приседаешь сколько? Приседаю, я давно уже не приседал, на самом деле В Смите, я помню, приседал 120 килограмм на 3 раза вроде бы И какая становая? Становая была в 120 килограмм, но, опять же, я ее уже где-то года 2-3 не делаю Потому что считаю это абсолютно бесполезным упражнением и, тем более, очень травмоопасным для поясницы Потому что я не раз ее срывал и просто даже ходить не мог Приходилось ходить вот так, просто прямо, но зато это помогает не горбиться Сколько битка сантиметров? Битка у меня где-то 38-39 сантиметров В спокойном состоянии, видите, она большая за счет рельефа То есть жира у меня почти никого нет, никакого нету Поэтому она выглядит очень здоровенной, это круто Принимаешь ли ты спортивное питание? Спортивное питание принимаю, раньше никогда не принимал, потому что денег было жалко Но сейчас, так как появился спонсор, собственно, MyProtein Я гейнер пью иногда, протеины иногда пью Гейнера я не люблю пить, вообще никакой гейнер не люблю Потому что он очень бритерный Когда я его выпиваю, меня начинает выворачивать, тошнит А протеинчик довольно неплохо заходит, иногда я его пью И гейнер тоже иногда пью, когда, например, не успеваю покушать Также ПЦАшки, дневные витамины, там АВЦД Ну, короче, для поддержания иммунитета и так далее И альфа-мен есть такие витаминки, которые помогают восстанавливать ваши мышцы Ну и, естественно, тоже пополняют ваш организм витаминами, которые очень нужны Ну и, естественно, также аминокислоты На какие оценки учился в школе? Я учился в двух школах В первой школе довольно легко было Я учился на четверке-пятерке в основном Во второй школе, когда у нас закрыли... не хватило, короче, людей в классе То есть был недобор по людям, закрыли этот класс Ну, вообще гимназию закрыли, все из-за нас И я перешел в другую школу А в моей старой школе не осталось гимназии вообще То есть с первого по девятый класс было А с девятого... с девятого... блин... с десятого по двенадцатый не было вообще ничего В другой школе я учился, ну так, где-то четыре-пять троек выходило То есть четвертья... ну, обычно четверки, пятерки, тройки Ну, я двоечником никогда не был Что для тебя важно в жизни? Ну, для меня, как важно, как и для всех, наверное, людей Нравственные ценности, да Любовь ко всем людям То есть не только к близким, но любовь ко всем людям Кто читал Библию, те знают, что надо всех людей любить Так как я христианин и читал эту Библию очень много раз У меня сложились определенные принципы Также любовь к людям, любовь к близким, любовь к родным и так далее Вот, и, конечно же, очень важно Это баланс духовного и душевного То есть у вас должно быть духовно-душевное равновесие Вы должны определенно быть негневливым, как многие хейтеры есть Которые просто ни с того ни с сего начинают какую-то дичь писать Абсолютную дичь Оскорблять человека, которого абсолютно не знают Но для меня лично я никого никогда не оскорбляю Даже если что-то плохо, я просто выключаю видео на самом деле А есть хейтеры, которые даже его не смотрят, ставят дизлайк И выключают видео, ну и еще пишут комментарии плохие Но обычно это дети, что с них взять, конечно Взрослые обычно так не делают Взрослым, если видео не понравилось, они просто его отключают и уходят Никаких дизлайков не ставят Зачем это нужно? Что вы этим исправите? Вы ничего этим не исправите Можно ли при правильной трении и хавке не в себя набрать 5 килограмм за месяц? Интересен твой ответ как эктоморфа Я пробовал, я считаю свои программы тренировок очень эффективными Я по ним занимался Я кушал очень много, опять же, по своей программе питания И я набрал 2 килограмма за месяц Это для меня просто вышка 5 килограммов ты никогда не наберешь, если ты чистый эктоморф Если наполовину там мезоморф, то скорее всего наберешь Но с жиром Я набрал 2 килограмма чистых мышц Но я, наверное, не чистых, еще с водой, скорее всего, по-любому Вот, но килограмм чистых мышц это по-любому я набрал за 2 месяца Я кушал очень много Я столько много ел, что у меня села поджелудочная железа У меня начала болезнь в правом боку, тут под печень Ну, в районе, короче, печени где-то Я там по врачам ходил И с тех пор я столько не ем Я ел очень много белка, очень много углеводов И, естественно, если вы хотите набирать массу То не пытайтесь ее набирать за какой-то там промежуток времени Например, за неделю, за 2, за 3, за 4, за 5 Старайтесь кушать много, да? Но правильно, чтобы еда была сбалансирована Не так, как я Я нажирался просто до упада Я ел постоянно Все, что вижу, я хавал У меня постоянно забит был живот Желудок, точнее И поджелудочная железа выделяла очень много Ой, точнее, блин, поджелудочная железа Желочный пузырь Я про желочный хотел сказать Вот, желочный пузырь выделял очень много желчи Из-за этого, короче, начались там какие-то осложнения Воспаление желчного и так далее Короче, набирайте аккуратно массу за месяц Не старайтесь набирать много Распределить это на полгода, на год Потому что вот я за последний год набрал 6 килограмм И это очень круто Для эктоморфа это класс прям Что делать при протрузиях межпозвоночных дисков Поясничного отдела позвоночника На самом деле, я не врач Я не особо в этом разбираюсь У меня не было никогда ни протрузии, ни грыж, и так далее Но по отзывам, потому что я читал Нужно соблюдать выполнение упражнений в горизонтальной плоскости То есть жим нельзя в вертикальной плоскости То есть вертикальная это вот так, когда вы стоите и жмете, например, что-то Так нельзя, потому что, когда вы делаете вертикальную нагрузку То ваши позвоночные диски, наоборот, сжимаются, сплюскиваются И вот эти позвоночные диски, они вылазят, короче, и получаются грыжи То есть представьте, зажимают вот так диски И отсюда вылазит такая, как сказать Если бутерброд сделать вот такой сверху И там колбаса, представьте, внутри И вот так зажимает, и колбаса такая Выплющится, короче И получается вот такая же тема с вашими позвоночными дисками Поэтому старайся избегать вертикальных нагрузок Делай только в горизонтальной плоскости И по максимуму убирай нагрузку с позвоночника Кем ты себя представлял в 10 лет? Это очень интересная тема, потому что я всегда хотел быть актером боевиков Я до сих пор надеюсь, что меня когда-нибудь возьмут фильмы Я снимусь там в крутом каком-нибудь боевике Буду главным персонажем Буду там неубиваемым человеком Каким-нибудь Брюсом Виллисом Поэтому если меня смотрят режиссеры, продюсеры То я готов с вами сотрудничать Возьмите меня в фильм Я крутой актер Крутой Невероятно крутой И это одна из целей моих Сняться в каком-нибудь фильме Так что я думаю в течение жизни я это оформлю И последний вопрос Дай какие-нибудь советы Как лучше учить английский И расскажи, как ты его учил На самом деле, чтобы выучить английский язык Нужно делать три вещи Это смотреть фильмы на английском Много читать И также слушать музыку Это самое важное А самое-самое лучшее Это поехать в другую страну И разговаривать Больше разговаривать Потому что когда вас помещают В какую-то ситуацию Где вы просто не можете по-другому существовать Не зная языка То вы его по-любому выучите Вы будете в Гугле постоянно искать слова Будете через Гугл общаться И постепенно у вас это все привьется Вы будете запоминать И будете разговаривать потом в будущем Ну а если у вас нет возможности Как я и сказал, три вещи Это фильмы Фильмы, музыка и чтение Это все улучшает ваш словарный запас Улучшает разговорную речь Улучшает также запоминание Восприятие языка и так далее Это самое важное Я его учу Этот английский уже Не знаю Там с четвертого класса И по сей день Потому что сейчас я работаю Учителем английского И я не могу сказать Что я на сто процентов знаю английский Я даже его скорее всего на 50% не знаю Но как разговорный язык Как грамматическую часть Я естественно знаю Потому что я бы не был тогда учителем Но все время надо улучшать Слушать какие-то новые слова Потому что кстати И в английском языке новые слова У вас каждым годом появляются Их надо учить Всякие там жаргоны и так далее Вот Это все очень важно Если вы хотите понимать других людей Учите, слушайте, смотрите фильмы Потому что если вы учите в школе То в школе английский язык Абсолютно отличается от разговорного языка Например в Америке Либо в Англии Вы просто ничего не поймете Если вы вот со школы Сразу же вас поместить Когда-нибудь в Англию Вы просто будете ноль Вы ничего не Будете ходить просто Что ты говоришь? Ты вообще по-английски говоришь, Вася? Вот Короче Поэтому слушайте фильмы Фильмы говорят, кстати С жаргонами Со всякими Американскими С английскими В зависимости от того Какой фильм вы смотрите И у вас будет это все прививаться Ну и все, друзья Спасибо большое За то, что посмотрели этот ролик Я думаю, он будет Довольно длинным Надеюсь, смонтировал покороче Вот Спасибо большое за внимание Подпишитесь на канал Подпишитесь на мой инстаграм И мы почаще будем делать Такие ролики Если вы будете подписываться Массово на инстаграм Поэтому, друзья Спасибо за внимание Увидимся в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok